Итак, уважаемые телезрители Брат Ти Ви, я продолжаю свое турне по России и продолжаю вас знакомить с теми людьми, с которыми я встречаюсь на протяжении этого путешествия. И сегодня необычная встреча с очень легендарной личностью в нашем христианстве. Легендарен настолько, поскольку я помню его еще, когда был юношей, и помню вот некую подпольную деятельность, когда мы с литературой где-то там в подвальных помещениях вот эту литературу делали в переплетах, и это вот было в некой квартире в Москве, квартира была конспиративная, балкон был специально оборудован так, что там под балконом была целая типография, и мы там этим занимались. И вот Александр Трофимович Семченко, вашему вниманию, епископ евангельских христиан. И он не только занимается как епископ деятельностью в поприще христиан на этом поле, он еще и влиятельный человек, бизнесмен. Ну вот не знаю, насколько он является политической личностью, но об этом мы сейчас как раз-таки и поговорим, и все узнаем. Итак, вашему вниманию Александр Трофимович Семченко. Редактор газеты «Протестант» закончила свою статью об этом человеке следующими словами. «В российском евангельском движении сегодня нет более яркой и одновременно противоречивой фигуры, чем Александр Трофимович Семченко». На празднование его 60-летнего юбилея, проходившего в здании президента отеля, приехало более трех сотен гостей, и это был только небольшой круг его близких друзей и коллег. В этот праздничный вечер все старались не просто поздравить юбиляра, а выразить ему свою любовь, уважение и признательность. Ведь практически для всех собравшихся Александр Трофимович очень много значит. Как, например, сказал выступавший на вечере солистка государственной капеллы Москвы имени Судакова Оксана Беленькая, «Александр Трофимович сделал моей жизни столько, сколько может сделать только родной отец для своей дочери». Надо отметить, что артисты, выступавшие на юбилее практически все, из которых обладают громкими именами и званиями, это друзья юбиляра. И даже молодежь, выступавшая с поздравлением в жанре современных танцев, это группа из церкви, в которой он является пастором. Но, конечно, больше, чем артистов на празднике было официальных лиц, из самых разных сфер работы и жизни Александра Трофимовича. Как члена президентского совета по взаимодействию с религиозными организациями, поздравляли руководители религиозных традиций России, как общественно-политического деятеля, представители властных структур, как крупного строителя, министерства и ведомства, являющиеся его давними партнерами и заказчиками. Практически всех выступавших связывает с юбиляром многолетние знакомства. И если для одних оно переросло в крепкую дружбу, а для других только в долгое плодотворное сотрудничество, то, как отмечали выступавшие, для всех знакомств с Александром Трофимовичем стало большим благословением. 60 лет – это возраст полноценного труда мужа Божьего. И хотя сегодня Александр Трофимович – президент Союза Иванских Христиан, в которых входит более 700 церквей, и под его руководством выходит газета «Протестант» и журнал «Христианин», издаются книги, работает телестудия «Тебен Москва», и он руководит производственным объединением «Теплотехник», в котором с момента основания реализовано уже более 2000 проектов, многие из которых федерального значения. Он постоянно организовывает новые проекты, перечислять которые нам просто не хватит времени репортажа. Прошедший юбилей был не просто праздником, но ярким свидетельством для всех, сколь много может сделать в жизни человек, полностью отдавший себя на служение Господу и не ленищийся трудиться. Александр Трофимович, ну вот не все, может быть, знакомы с вами, не все, может быть, вас знают, потому что не у всех так жизнь переплеталась, допустим, как у меня. Немного о себе. Вот родились, крестились, семейное положение. Это вкратце, не надо слишком. Я родился в 1948 году в Брянске, город Уничья Брянской области, а в 1949-м нас, вместе с отцом, вернувшимся после 10-летнего заключения, нас отправили в ссылку в Среднюю Азию. Станция Луговая, Джамбульская область. Там прошло мое детство, там я как бы вырос. Там я посещал урывками церковь, поскольку не так легко это было. Мы все-таки в 1961 году отца реабилитировали, мы переехали под город Фрунзе, нынешний Бишкек, деревня Панфиловская. Вот, и там была сельская церковь. И иногда нам удавалось там бывать, когда там прошмыгнешь среди всех охран, и в том числе и братских братьев тоже следили за тем, чтобы детей не было в церкви. Вот я вырос в то трудное время, когда старались оградить церковь детей. Вот, и уверовал я в 1964 году, принял крещение, и это было под Джамбулом, город Каратау, где я учился. Там я вот возмужал в христианство. А в 1969 году я переехал в Москву, и вот остался здесь. На долгих уже 44 года. 44 года я в Москве, и со всеми вытекающими отсюда последствиями. У меня жена, я имею 5 дочек, был сын, умер. Вот так всего 6 родных детей. Вот коротко о моей биографии. За свою активность мне пришлось 3 года отсидеть в тюрьме. Это было с 1984 по 1987. И я, пожалуй, бы и не вышел бы из тюрьмы, поскольку за тремя годами я светила еще 6 и так дальше. Но началась перестройка. Пришел уже Горбачев. Мой срок закончился. А за что вас посадили? Какая была мотивация? А, мое обвинение звучало так. Как изготовление и распространение религиозной литературы в больших количествах с целью извлечения прибыли и с применением наемного труда. Вот так? Да. За 20 годов? А по факту это был сам факт, на котором я попался. Это я заказал у одного человека отпечатать 300 словарей библейских. Известных словарей Нюстрома. И вот мы их там отпечатали. Мы заплатили деньги этому человеку и потом переплели, распространили разными способами эти словари. Ну и адвокат никак не могла взять в толк. Ну как же так? Тот, который, значит, получил деньги и использовал государственное оборудование и украл бумагу, тот свидетель. А я, как заказчик, вот обвиняемый. Но адвокату не вняли, а и мне дали три года из четырех возможных по этой статье. Конечно, это было не за книги, а за всю мою активную деятельность, своеобразную месть властей за отказ идти с ними на какое-нибудь соглашение и не вот подчиняться и что-то вот так. Ну вот ваше состояние, на тот момент, когда вы получили такое наказание, вы понимали, что это было тяжело? Ну, это было преследование за веру. Ну, как сказать, люди живут везде в России. Да, и в тюрьме тоже. И когда я еще сидел, в тюрьме было много приличных людей. Сидели со мной приличные люди. И православные священники, которые не работали на официальной работе, а служили при каких-то храмах и другие. И помню, сидел с одним инициативником, подпольным, баптистом, некто по фамилии Наприенко. Он и сейчас здесь. Вот. Но хочу сказать, что у нас не сложились отношения. Мы также и там были конкуренты, как и на свободе. Но это были интересные годы. Я был помоложе. Сейчас, наверное, было бы сидеть посложнее. Да и контингент другой, скорее всего, чем раньше. Но в России говорят, от сумы, от тюрьмы, не зарекайся. Это была своего рода школа все-таки или все-таки потерянное время? Да, университет, я бы сказал. Университет, да? Да. Не школа, а университет. Вы нашли много там друзей? Много чего нужного, да. Я переосмыслил. Я бы не сказал, что это была какая-то моя вина. Я попал в тюрьму за свою вину перед Господом. Я же был очень активный, занятый человек. Восемь часов на государственной работе, а потом начиналась основная. С молодежи, помню, назначал встречи где-нибудь, совещания на два часа ночи. А надо к девяти опять было на работу. Вот придешь домой, еле живой, вот несколько слов там, парабарматал, так называемую молитву и спать. Надо же поспать чуть-чуть. А Господь говорит, ты уже там пару месяцев Библию не открывал. Ну, я как бы оправдываюсь и говорю ему, собственно говоря, хочешь от меня. И так все, что имею, тебе отдал. Все пожертвовал, все время, чуть-чуть поспать не хватает. Господь говорит, ну, надо же читать Библию и молиться, как принято, как у христиан. А мне все некогда, некогда. Я отговаривался, отговаривался. И вот я так думаю, что однажды Господь сказал, у тебя проблемы со временем, я тебе помогу. И меня не отпустили, как обычно отпускали, с какого-то ареста, дали три года. Ни одного совещания, я вам хочу сказать. В пачке с сахаром, между слоями сахара, жена прислала мне Библию. Она была со мной все годы. И было достаточно времени для чтения Библии и молитвы. И я вспоминаю эти годы, как что-то лучшее в своей духовной жизни, когда Господь нашел для этого времени. Поэтому мне бы хотелось сказать, братьям и сестрам, не ждите, что Господь будет искать для вас время для общения с Ним. Вам это может не понравиться. Александр Трофимович, ну вот, это какие годы были? 1984 и 1987. 1984 и 1987 года. Скажите, вот после выхода на свободу с чистой совестью, ваша деятельность как-то бурно начала развиваться? Ну да, уже была перестройка, пришел Горбачев, меня неожиданно отпустили. И первое было удивление, второе удивление прописали в Москве. Обычно на 101-м километре тех, кто сидел в Москву, не пускали сидевших. Вот, а и началась другая жизнь. И в 1988 году мы уже выпустили первый номер газеты «Протестанты». Сначала мы тоже боялись, что за нами придут. Вы знаете, никто не пришел. А в 1989-м мы уже Пасху отпраздновали в Олимпийском комплексе и раздавали всем Евангелие. Помню, когда мы, значит, сняли в аренду этот зал, позвонили из ЦК КПСС Москвы. Не из ЦК, не будем говорить, даже ЦК КПСС неправильно, из комитета, партийного комитета города Москвы. Вот, и пригласили на встречу. Ну, я думаю, началось, сейчас начнут ругать, пугать, прессовать. Ну, вот, принял у нас какой-то там инструктор, говорит, ну вот мы дожили. Теперь празднуем сообща Пасху. Чем вам помочь, спрашивает инструктор. И тогда я понял, конец советской власти. Конец. Так и случилось. Ну, и помимо того, что начались такие события бурные, да, это уже в 1990-х, там, начался этот период революции своеобразной, там, Ельцинское время, вы как-то очень быстро, ну, пошла ваша вот бизнес-карьера. Ну, первое, что у меня, да, была компания теплотехник, которая до сих пор существует. И издательство «Протестант» мы зарегистрировали, вот, которое печатало очень много, я бы хотел сказать, в 91-м, 2-м, 3-м году мы в день вывозили со склада в 60 тонн бумаги утром на типографию, а вечером в 60 тонн готовых книг завозили. Вот. В общей сложности, вот, до 96-го года, когда я ушел уже из издательства, было напечатано в общем количестве 50 миллионов экземпляров различных книг. Мне кажется, что никто не перегонит нас еще, все издательства, которые существуют в России. Работало примерно 650 человек, к сожалению, в основном светские люди, потому что у христиан не было таких специалистов, ни инженеров по бумаге, ни выпускающих, ни соответствующего качества корректоров, редакторов, поэтому приходилось приглашать специалиста в резине. И многие откликнулись, и выходили многомиллионными тиражами, и Библии, и Евангелия, и все прочие книги. И работало в издательстве 6 редакций русской литературы, переводной, детской, музыкальной, периодики, все вот они выдавали на гора. Ну, я скажу, по 93-му году было выпущено 168 наименований книг за один год. Общим тиражом 14,5 миллионов экземпляров за один год. Это такой самый пик был. Потом стало открываться много разных издательств. Других. А как-то опустилось на несколько ступенек издательство «Патистант» по своей величине. А сегодня «Патистант» работает? Будет работать. Также выпускается газета. Выпускается газета, журналы и книги. Но уже тиражи не 2-3 миллиона, а 2-3 тысячи. Это большая разница. А почему так? Спрос упал. Спрос упал на литературу. Я бы сказал, произошло насыщение рынка. Все, кто хотел купить Библию, купили. Потом большое количество Библии стало издавать библейское общество в истоков создания, которого я тоже стоял. Оно и сейчас существует. Руденко его возглавляет. Печатает в Библии самый разнообразный формат, шрифтов, переплетов и тому подобное. Александр Афимович, ну вот вы очень состоятельный человек. Это миф. Давайте пройдемся по мифам. Да, давайте. Давайте пройдемся по мифам, которых сегодня очень много в обиходе, что говорится о вас. Очень много ходит мифов по поводу химкинского леса. Говорят, что вы как бы основной игрок в этой теме и якобы там все было с вашей подачей. Ну, вы можете по этому поводу сказать, что именно? Я с своей строительной организацией периодически выигрывал некоторые контракты государственные на исполнение работ строительных. В том числе я был один из подрядчиков Большого театра и гостиницы Москва, например, и других объектов центральных. В том числе и строительство дороги Москва-Санкт-Петербург, которая строится, будем говорить, на основе концессии, конституционного соглашения. Это когда организация строительная использует часть своих средств или банковских, и часть государственных. Вот концессия дороги Москва-Санкт-Петербург, проходящая или идущая, берущая начало через химкинские леса, она сооружается на основе концессии, где используют свои средства банки и государство доплачивает 40% своих средств, 60% тратят инвесторы. Это крупные организации, французская Винси и наши банки. Самые крупные финансируют и весь строительная организация, трансстроймеханизация, которая сооружает линейные сооружения, а мосты строит московский мостотрез, и я к этому не имею никакого отношения. А вот государственный контракт на подготовку территории, это, будем говорить, перевод земель из одного состояния в другое, когда очистка территории, т.е. сама просека, переустройство инженерных сетей, это был мой контракт, который я выполнил. И определенная часть людей активно этому мешала. Но это создавало проблемы в моей строительной организации. Неисполнение контракта несет за собой штрафные санкции. Ну, учитывая, что, я бы так сказал, история получила всероссийскую или почти всемирную известность, штрафом меня не подвергли, а так просеку мы вырубили, строителям передали, сети переустроили. И сейчас уже местами идет асфальт, лежит асфальт на этой трассе. Я так думаю, что к концу, а может быть даже к середине следующего года, трасса пойдет, будет работать до Клина, от Москвы до Клина с развязками на Шеремете. Это очень разгрузит Москву и поможет жителям. Жители, конечно, были все за, поскольку Москва-Санкт-Петербург стоит на протяжении Московской области и дымит все время. Это, конечно, ужасная проблема экологии в районе Хима. После того, как машины пойдут по объездной дороге через Химкинский лес и Новый мост, и поближе к Шереметьеву развязка, я думаю, что экологическая ситуация, конечно, резко улучшится. Я бы сказал так, подавляющее большинство химчан и горожан, они за дорогу, которая им нужна, как воздух. А определенной группе лиц, которым нужен политический пиар, в том числе и Чириковой, нужно было пиариться, им и долез, был до лампочки, и дорога до лампочки, они были свои, будем говорить, направления. Потом к Чириковой приблизились там молодые комнисты во главе с Удальцовым, потом стали светиться остальные политики, которым тоже нужна была такая вот история, связанная с пиаром. Вот и получилась проблема Химкинского леса. Я не думаю, что это что-то там такое серьезное. Ну там были серьезные стычки между группами. Ну, люди в масках и с разных сторон пытались сделать различные провокации, сжали технику, нанесли какой-то ущерб, сожгли две единицы, пытались там, спасли мне третью. Валочная машина – это дорогое оборудование для леса. Вот, поэтому какую-то часть неприятностей мы имели. Ну, мои организации придали на работу полк милиции внутренних дел, молодые ребята, которые охраняли эту просеку и живым щитом выходили на встречу там различным организациям, которые периодически собирали туда народ, иногда до 60 человек. Но сказать, что 60 человек с многомиллионным городом – это несерьезно. Вопрос другое, что любое событие можно распиарить и сделать его значимым. Ну, как раз-таки о политике давайте поговорим немножко, да. Недавно была инаугурация президента Владимира Владимировича Путина, при том, что баптистов не пригласили, а вы в этом мероприятии участвовали. Ну, я попал в эту обойму, приглашаемую в Кремль, как раз при помощи баптистов на каком-то году, это было лет 7 назад, я вернулся к активной деятельности, пошел, начался сотрудничество с Союзом баптистов, и меня как бы выбрали на работу, не то, что там был какой-нибудь съезд, а выбрали на работу секретарем по внешним связям, да, придумали такую должность, вот так я бы сказал. Вот, в то время уже у баптистов была очень подмочена ситуация, и моя задача была исправить, благодаря участию там других глав конфессии, меня зачислили в совет по взаимодействию с религиозными организациями, есть такой совет у президента, там 22 человека, из которых половина ученые, половина религиозные деятели. Там все главы конфессии, из протестантских трое, я, Риховский, это харизматы, и столяр, это адвентисты. Три православных, два мусульманина, буддист один, вот такое представительство. На все мероприятия 5-6 раз в год нас приглашают, поэтому мы видимся с президентом 5-6 раз в год. Дальше произошел у меня конфликт с Сипко, кончилось это разводом, но поскольку в совет назначают указом президента, а не решением главы какого-нибудь конфессионального органа, вот, и меня оставили в совете при президенте, только теперь я уже представляю интересы не баптистов, а иванских христиан. Когда я работал в союзе баптистов, или сотрудничал с ними, скорее, ну так я бы сказал, я боролся, я создал так называемый общественный совет, который был призван объединить все вот эти новые церкви, которые создались после 90-го года, и не имели своего названия слова «баптисты», а просто им назывались евангельские христиане. Большая и красивая евангельская церковь. О такой мечтают многие протестанты. А о чем мечтают все евангельские верующие? О том, чтобы евангельская церковь в России была сильной и большой. А сколько бы мы ни вызвали сегодня американцев, они уже не хотят ехать, украинцев, они сейчас с удовольствием разъезжаются по Западной Европе, молдаван, они уже в Европе, грубо сказать. Поэтому у нас есть надежда только на нас. Мы должны умножать число наших церквей. Сегодня российские евангельские церкви переживают серьезный кризис. Но в отличие от мирового сообщества, этот кризис не экономический, а скорее идеологический. Евангелизации, прокатившиеся по стране на волне свобод 90-х годов, породили множество новых протестантских церквей и наполнили людьми старые. Казалось бы, в России должна возникнуть новая социальная сила – российский протестантизм. Но, к сожалению, этого не произошло. Церкви так и не слились в нечто единое. Объединяясь в небольшие союзы, мелкие ассоциации или же вообще существуют автономно, как древние города-государства. Все это привело к тому, что для большинства населений страны они так и остались практически неизвестными и потому воспринимаются враждебно. И сегодня, теряя финансовую поддержку из-за границы, испытывая все большее давление со стороны светской власти, которая для создания новой идеологии опирается на единственную, авторитетную в России церковь, протестанты стремительно возвращаются в рамки сект. Единственный выход – это сплочение перед грядущей опасностью. Причем это может являться спасением не только для церквей, но и для самой России. Ведь именно приход сильного протестантизма в свое время создал процветающую капиталистическую Европу. Обо всем этом говорили собравшиеся руководители церквей и ассоциации, создающие Содружество евангельских христиан, в которые сегодня решили войти 15 независимых объединений, включающих около тысячи евангельских церквей и групп. В марте мы выйдем на общую конференцию всех пасторов, объединенных общей идеей евангельского служения, то, что мы называем евангельских христиан. И таких в нашей стране примерно 700 церквей. Мы рассчитываем, что где-нибудь в марте месяц они все вместе соберутся на нашу общую конференцию, где будут приняты важные основополагающие документы для дальнейшего развития евангельского служения в России. Как сказано в Писании, нить втрое скручена и нескоро порвется. Поэтому мы очень надеемся, что руководители евангельской церкви России смогут преодолеть личные амбиции и не теряя собственной идентичности создать мощный и сильный русский протестантизм. После того, как всех нас изгнали, занимающихся этим объединением, мы продолжили эту работу, но уже в составе без слова «баптисты» и без Союза Баптистов. Вот так образовалось Российское Содружество Ивановских Христиан. В том году это было примерно 730 регистрированных церквей. Надо сказать, что в Союзе Баптистов 820 регистрированных церквей. То есть по количеству регистрированных церквей эти Союзы почти одинаковые. Но тем не менее, Александр Афимович, все-таки Баптисты, ну это исконно как бы давняя такая конфессия. Да, Баптистам немножко не повезло с руководством, я бы так сказал. А неужели настолько конфликта, вот как бы трещина эта очень большая, неужели нельзя вот сегодня, при том, что много сегодня председателей Баптистов как-то урегулировать ситуацию? Ну, хранители, я бы так сказал, что группа руководства нынешнего в Союзе Баптистов – это хранители традиций. Это важно, как вот вы одеты, есть ли на вас украшения и косметика, особенно на женщинах, соответствующая длина юбок, платки на голове. И то, что мы раньше вот хранили, как будем говорить, наши знаки отличия, сегодня они не являются таковыми и не способствуют росту церкви. Но, к сожалению, основная масса руководства Союза Баптистова – это вот шесть региональных старших, даже, по-моему, у них такого-то термина нет, как региональный руководитель федерального округа. Но, фактически, они есть, их нет юридически. Ну, и 53 старших пресс-фитера из региона, вот они в подавляющей своей массе хранители традиций. И, на мой взгляд, это плохая помощь, плохое подспорье Союзу Баптистов сегодня. Количество церквей, к сожалению, уменьшается, и количество членов церкви тоже уменьшается. Уже не первый год. Ну, а вот такие одиозные личности, как Юрий Сипко и некоторые его друзья вокруг него, они всячески нагнетают обстановку, будем говорить, противление власти или соответствующие какой-то обиде на власть, которая, с их точки зрения, их недостаточно замечает. Я не думаю, что там есть что-то у них антисоветское или антироссийское в своем характере. Но вот обида на власть, что их не оценивают как должно, на мой взгляд, вот у Сипко существовало, и думаю, что существует и сейчас. Что касается Смирнова, то он никак свою позицию не заявил в этой области. Я знаю, что он не высказывается так остро, как Сипко, но Сипко продолжает высказывать свою позицию еще острее. Сипко сейчас он не руководством, не является волосом. А разве это важно? Ну, опять же, это его личная позиция. Очень мало специалистов, которые могут отличить позицию Сипко личную от позиции баптистов. Александр Трофимович, Ваша позиция по отношению сегодня к политической жизни в России? Ну, мы в нее не вмешиваемся, я не являюсь членом какой-нибудь политической партии. Раньше я состоял, я был председателем Христианского Демократического Союза города Москвы, и даже там просидел пару сроков в Государственной Думе, руководил там молитвенными собраниями. Но в какое-то время, когда стало появляться много политических партий с религиозными названиями, там несколько православных партий, несколько мусульманских, государство издало специальный закон, запрещающий название, религиозные названия в названии политической партии, религиозную составляющую. После этого мне стало все неинтересно, и я ушел. Мне неинтересно какая-то республиканская, супердемократическая или суперлиберальная название, само христианство было изгнано. Поэтому мы отдалили себя в частности. Поэтому я сейчас ни в какой партии не участвую. То, что нас приглашают на приемы правительственные, это дань уважения к главам конфессии. Не только меня приглашают, и других. Сказать, что таким образом мы проводим линию Кремля в жизнь, ну, это надо быть большим юмористом, я бы так сказал, чтобы подобно утверждать. Что касается наших взаимоотношений с властями, то на письма членов Совета, они реагируют. И когда церкви обращаются к нам, мы пишем письма, и администрация президента, и другие органы соответствующим образом реагируют на это, и удается защищать интересы той или иной церкви, которая преследует на местах. К сожалению, это существует, и отчаян даже очень острый. Вам даются какие-то указания, допустим, вот властью, как вот епископу, допустим, ввести народ, допустим, на выборы, за кого-то голосовать? Нет, никаких указаний нет. Есть, например, какие-то инициативы религиозных деятелей. Например, вот поздравление к избранию или обращение по тому или иному событию, которое имеет резонанс широкий в обществе. Мы подписываем членами Совета определенное воззвание. Есть у нас еще один орган, главы протестантских конфессий, где баптисты присутствуют. Но, к сожалению, они и там занимают неконструктивную позицию сегодня, и практически не хотят никакого сотрудничества в этой области. Поэтому мы больше сейчас подписываем, как главы конфессий, члены Совета при Президенте. Риховский, кроме того, еще и член Общественной Палаты. Это довольно существенный, будем говорить, не то что пост, а существенный довесок к его членству в Совете. Поэтому это делает его особо авторитетным. Сегодня в два часа нас принимает новый председатель комитета в Думе. Комитет парольезным организациям отдан у нас как бы на откуп, что ли, Жириновскому. И член партии Жириновского возглавил этот комитет. А до этого возглавлял коммунист. И я хочу сказать, что это не так уж и плохо. Потому что если бы возглавлял какой-то православный проблем, было бы больше. После Зоркальцева был у нас член Единой России, а потом теперь будет член партии Жириновского, либерал. Сегодня мы с ним первый раз встретимся. Туда идут тоже члены Совета. Александр Трофимович, я знаю, что вы очень имеете большой круг знакомств. В том числе вы все-таки были на индурации Владимира Владимировича Путина. Вы встречались с самим президентом Владимиром Владимировичем? Я бы так сказал. Мы просили не один раз, чтобы протестантских лидеров принял президент отдельно. Этого не случилось. Президент принимает православных мусульман-евреев. Но очень мало у нас представителей других титульных конфессий, как у нас называют в шутку. Например, у нас есть лама из Бурятии. Но он всегда с нами присутствует. Не помню, чтобы его президент принимал. Но протестантов пока не принимают. Поэтому на нашу просьбу откликнулись. И нас принимали дважды главы его администрации. А так подойти к президенту во время приема особой проблемы не составляет. И сказать ему несколько слов возможно. Я говорю ему тоже определенные слова. Что вы говорите? Что вы сказали? Я ему говорю, что протестанты о нем молятся. И ему это нравится. И он говорит, что передавайте протестантов, что мы не делаем разницы между верующими. И я хочу сказать, что ни в политике Путина, ни в политике Медведева не прослеживалось желание как-то уменьшить активность протестантов или им насолить какие-нибудь обусы. Нет. Есть определенный ряд чиновников, которые стараются как-нибудь уродить православную, определенному кругу православных, я бы вот так сказал. Вот эти люди нам доставляют некоторые неудобства в основном в регионах. А в центре, пожалуй... Что именно происходит в регионах? Ну, где-то пытаются отобрать дворец культуры. Или не дать... Дворец культуры, который принадлежит купленному? Который уже куплен, да. Или где-то пытаются не дать разрешения на строительство грандиозного сооружения. Например, в Ижевске я вот писал письма, и сейчас они успешно достраивают свою церковь. Огромную, на несколько тысяч между церквей майонских христиан. И где-то там, в основном, пишут всякие документы в прокуратуре, например, вычисляют печатников, баптистов, зловредные секты. Мы тоже стараемся всегда отписаться в этом направлении и потребовать изменения этого документа. Но вот что в области юридической службы больше всего этим занимается у нас российский, как он называется у нас, служба Пчелинцева и 2-го Риховского, Славянский правовой центр. Они отслеживают почту, они отслеживают СМИ и своевременно реагируют на попытки ущинить, как-нибудь обидеть нас в юридической форме. Ну, в то же время православные сегодня доминирующие организации. Это, к сожалению, я скажу это правда. И у серьезных, вот нету таких вот мостов сотрудничества, может быть, в каких-то областях? Ну, определенная часть, определенная часть православных к нам очень дружественная, включая самого Патриарха. Ну, есть обида, например, за поддержку портала Креда.ру, который критикует православие. Вот они нам высказывают, пеняют, будем говорить за него. Вот, и там есть, конечно, есть чисто враждебные проявления со стороны некоторых околоправославных кругов, я бы так сказал. Как-то вы больше работаете по России. Вы недавно были в Соединенных Штатах Америки, так это пролетом. У вас нету вот какой-то цели, может быть, направленности, планов такого какого-то взаимодействия, сотрудничества с церквями Америки? Может быть, вы хотите там открыть свое представительство или, опять же, какие-то, может быть, церкви хотели бы войти под вашу... Вот с нами сотрудничает бывший мой сотрудник газеты Качкар Людмила со своим мужем. Она вышла туда замуж, и вот они сейчас проталкивают идею создать Славик Нэшнл. Лей. Разник такой славянской культуры в Америке. Собирают подписи. Мы как-то со своей стороны тоже хотели бы, чтобы как-то вот однородно объединилась наша эмиграция и оказывала серьезную поддержку. Я так понимаю, что она также разрознена, довольно серьезно разрознена, каждый тянет одеяло на себя, и надо учиться вот сотрудничеству, как и мы это делаем, да, с главными конфессиями встречаемся, и мы никогда не обсуждаем вопросы хлебопреломления и молитвы на иных языках, но, в общем, мы едины, чтобы была свободная проповедь Евангелию. Ну, наверное, чему-то надо научиться самим и уехавшим нашим братьям и сестрам, которых довольно много. Мы знаем, что только протестантских токов в Америке, в Северной Америке около 600 тысяч, это вместе с пятидесятниками. Это огромная армия. И если бы она, соответствующим образом, объединившись, помогала бы там в определенных вопросах евангелизации, то это бы серьезная помощь была бы. А пока вот что-то непонятное, что-то непонятное. В октябре мы планируем провести определенную встречу с руководством или с активом наших соотечественников за рубежом. Это будет в Израиле. Да, мы будем анонсировать это мероприятие. Это будет знаковое мероприятие, что-то типа соотечественники христианского типа, а точнее протестантского типа будут обсуждать стоящие перед ними задачи и проблемы с участием некоторых активистов из России. – Очень интересно. Александр Крофимович, я знаю, что Вы занимаетесь телевидением. У Вас есть группа телевизионная, которая делает работу. Немножко можете рассказать об этом? – Ну, вот везде смотрят наши новости. Протестант ТВ и студия Протестант. Она делает новости. Пока это все, что мы делаем. – Это новости Вашей епархии в большей степени? – Нет, они вообще протестантские. – Александр Крофимович, ну и в заключение уже нашего разговора, Ваше пожелание нашим соотечественникам, живущим за рубежом, может быть, Вы им скажете, всем сюда возвращаться? Может быть, что-то такое вот особенное? – Я бы не сказал, что они готовы вернуться. Некоторые возвращаются, что мы, собственно говоря, приветствуем, но думаю, что основная масса уже там приросла корнями и нам бы хотелось пожелать им найти общий язык между собою и действовать сообща, поскольку они в отрыве от своих корней далеко уехали за океан, и хотелось бы, чтобы они не враждовали друг с другом, а попытались как-то вот объединиться и действовать сообща. В этом и есть мое пожелание нашей эмиграции за рубежом. – Спасибо. – Благодарю Вас. – Боже Вам благословение. – Спасибо. 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 – Спасибо.